МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время женщины на 49-м канале. Программа обо всем, что интересует женщину большого города. 27 августа мы отмечали День кино. Стоит сказать, что именно кинематограф в свое время оказал огромное влияние на моду. Подражать любимым актрисам было вполне естественно. Прическа, макияж, одежда. Кстати, первая мода на шубы из норки появилась в 30-е годы именно благодаря Голливуду. В те времена норковая шуба была чем-то недосягаемым, была мечтой. За 80 с лишним лет любовь к мехам не прошла, а шуба из норки стала позволительной роскошью. Покажите мне женщину, которая была бы равнодушна к мехам. Для нас, сибирячек, шуба из норки или мутона – это не просто модно, а еще тепло и уютно. Подобно драгоценным камням, мех норки сверкает и переливается. На ощупь норка приятная, словно бархат. Ее именуют королевой мехов. Репутация норки безупречна. Ее по праву называют самым ценным и прекрасным мехом. В 80-е годы, благодаря дизайнеру Майклу Каре, норку стали красить, стричь, выщипывать. Так наступила новая эпоха в истории норковых изделий. Современный ритм жизни, безусловно, отразился на моде. Так появились модели автоледи. Практично, удобно и стильно. Сегодня в гардеробе женщины, как правило, есть несколько норковых шубок. Одни для активной жизни, другие для выхода в свет. Пальто из Блэк Ламы выглядит респектабельно и роскошно. В этом сезоне актуально комбинированное сочетание разных мехов. Минимум яркой фурнитуры, блестящих пуговиц и прочего гламура. В этом сезоне на первый план выходит мех. Женственные силуэты и нежная палитра красок. Розовый жемчуг, цвет графита и деграде с горизонтальной линией смены тона. Изучая новые коллекции меховых изделий, несправедливо было бы не поговорить о мутоне. У этого теплого и практичного меха немало поклонниц. Среди модных новинок можно выделить астроган. Данный вид меха представляет собой овчину, особого сорта высшего качества и специальной обработки. За счет современных методов стрижки астроган гораздо легче, чем обычный мутон, но при этом он обладает теми же теплосберегающими свойствами. Среди замечательных дизайнерских идей можно выделить комбинации мутона и каракуля, мутона и норки, мутона и песца. Отдельные вставки из более дорогого меха придают мутоновой шубке особую элегантность. Шарф с кистями из меха норки, оригинальная фурнитура, отделка из каракуля. Дизайнеры нередко говорят, с мутоном отличной выделки приятно иметь дело. Этот материал позволяет создавать различные силуэты. Он гармонично уживается с другими мехами. Мех мутона дышит, он очень теплый, неприхотлив в уходе и хорошо носится. В завершение нашего модного обзора можно сделать следующий вывод. Дизайнеры хорошо подготовились к зиме. Они услышали ритм времени и учли наши пожелания. Магазин «Мутон Люкс» приглашает милых дам за зимними обновками. Кожаные пуховики, шубы из норки и мутона. Размерный ряд от 42 до 62. Приходите в Зыряновское, 55, остановка «Восход». На 49-м канале «Время женщины». Практически каждый человек, приобретающий загородный дом, рано или поздно задумывается, а как, собственно говоря, сделать прилегающую к дому территорию уютной для жизни, интересной для прогулок, комфортной для отдыха. Расцветающая весна давно уже канула в лето, яркое жаркое лето тоже как-то быстро пролетело. Однако осенний сезон не назовешь мрачным и скучным, если в доме все комфортно, благоустроено, а в ландшафте грамотно расставлены акценты. Если совсем недавно люди стремились жить в городском центре, то сегодня модно и престижно жить за городом. Роскошные апартаменты загородных особняков обставляются красивой, респектабельной мебелью, украшаются малыми архитектурными формами. Еще на стадии проектирования коттеджей часто предусматривается создание специальных каминых гостиных. Мода на камины послужила толчком для создания самых разнообразных электрокаминов, ведь они легко устанавливаются даже на мягких пушистых коврах. А теплоотдачу имеют очень хорошую. Респектабельные загородные дома иногда символично охраняют скульптуры животных, а зону отдыха в ландшафте достойно украшают оригинальные беседки, гамаки, качели. Любая беседка – это отличное место для проведения досуга. Исходя из окружающего ландшафта, беседка может быть открытой, закрытой, украшенной макраме. Среди деревьев и вьющихся растений оригинально могут смотреться и деревянные беседки, и беседки с сизалевым или полиамидным плетением. Кстати, полиамид не боится ни воды, ни перепадов температуры. Ведь жаркое солнечное лето отступает, и в нашу жизнь входит тихая задумчивая осень. И практически каждую осень в загородный ландшафт вносятся определенные корректировки. Чтобы ранней весной и летом расцвели прекрасные луковичные растения, желательно высаживать их именно осенью. Осень – также благоприятное время для посадки хвойных деревьев и кустарников. Ведь у растений заканчивается вегетативный период, а значит, после посадки активно начнет развиваться именно корневая система, что в будущем сделает растение более крепким и выносливым. Хвойные деревья и кустарники – это очень богатая группа декоративных растений, которыми модно украшать ландшафт загородных особняков. Дизайнеры умело выстраивают оригинальные ландшафтные акценты, используя еле зеленые и голубые сосны, пихты, туи, можжевельники. Среди них встречаются и карлики, и могучие деревья. Обилие форм кроны и множество оттенков хвои позволяют создавать великолепные ландшафтные композиции. Сегодня существует множество видов растений с яркой красивой листвой, которые выглядят эффектно именно в осенний период. Неприхотливая красавица Гейхера способна сохранять свою красоту до глубокой осени. Разнообразие окраски листьев позволяет использовать ее в самых разных композициях. Даже в пасмурную погоду яркие кусты пестролистного дерена выглядят светло и солнечно. К осени пышно расцветает прекрасная гортензия, а великолепная спирея грациозно обрамляет аллеи и бордюры. В осенних ландшафтных композициях могут солировать барбарийский зильник, пузыреплотник. Словом, осенняя загородная жизнь удивительно красива и разнообразна. Мой сад на Бердском шоссе 4-1 предлагает стильные предметы интерьера для загородных домов, дач, офисов, кафе и ресторанов. Большое поступление декоративных растений, луковичных цветов. В садовом центре Мой сад. Далее у нас рубрика «Будьте здоровы». Болезни, которые мы теперь называем аллергическими, были известны давным-давно. Еще во времена Древнего Египта были описаны симптомы, которые можно рассматривать как клинические проявления аллергии. Но человечество обратило внимание на аллергию лишь в XIX веке, а разобралось в природе данного явления только к концу XX столетия. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Наступила осень, а вместе с ней очередные осенние страдания аллергиков. Медики называют аллергию чумой XXI века. У аллергии нет возраста. Она может быть у кого угодно. Даже младенец может заболеть ею. Аллергия – это в переводе от греческого слова извращенная чувствительность организма или повышенная чувствительность организма на внедрение чего-то чужеродного. В данном случае аллергена. Поэтому сама аллергия – это не заболевание. А вот это состояние лежит в основе аллергических заболеваний, таких как бронхиальная астма, атопический дерматит у детей. Вот это большая проблема. И это, понимаете, проблема не только наша российская, это мировая проблема. Многие исследователи убеждены, что почти половина населения развитых стран сегодня страдает какой-либо формой аллергии. Люди ищут разные методы борьбы с данным недугом. У нашего ребенка аллергия – бронхиальная астма. Часто болеет. Три дня в садике, неделю дома. Лечились в Польше в разных городах, Варшава, Познань. Назначали разные препараты. Когда ребенок пьет лекарства или пробиотики, все нормально. Когда нет, все возвращается. Мы ищем, мы не хотим жить с этой проблемой. Обнаружились начальные симптомы у второго ребенка. Я стала искать новые методики. Мы хотим не научиться жить с аллергией, а излечить болезнь. С этой целью мы и приехали в Россию. А заодно и свой букет заболеваний подлечить. На сегодняшний день причиной аллергии общепринятая медицина считает три фактора. Это аллергены, это иммунодефицит и это повышенный выброс гистамина в организме. Естественно, и лечение сводится, все лечение сводится к этому, чтобы устранить аллергены, каким-то образом повысить иммунную систему, а это повышение заключается в том, что назначаются сильные иммуностимуляторы и назначить антигистаминные препараты, чтобы подавить этот полгистамина. Существующие методы диагностики – это выявление различных аллергенов, это иммунограмма, которая показывает снижение иммунитета. Я бы добавил к этим анализам, необходимым, которые надо делать, это анализ кала на дисбактериоз и проверка на паразиты, в частности, на писторхии и клонорхии. То есть это дуэдренальное зондирование, это анализ кала на яйца глист. Во время дуэдренального зондирования промываются протоки специальными активированными минеральными растворами, которые обладают дезинтоксикационными, антибактериальными свойствами, другие восстанавливающими, иммуностимулирующими свойствами. Затем раствором ромашки, который снимает воспалительный процесс. И в последнюю очередь промывается раствором, которое оказывает двоякое действие и желчегонное, и провоцирует вот этих паразитов. Лечение может длиться месяц и носит комплексный характер, направленный на подготовку организма, который, в свою очередь, включает очищение организма, причем на клеточном уровне, физиологическими, очень простыми физиологическими методами, теми же минеральными растворами, которые снимают интоксикацию, подготавливают печень, стимулируют иммунную систему. Затем идет протравка этих паразитов. Лечение направлено на помощь организму в борьбе со своими заболеваниями, со своим недугом, в том числе и с аллергией. Каждый человек индивидуален, каждый ищет свой путь из лечения. Можно привыкнуть к своей проблеме, научиться жить с ней, а можно попытаться ее решить раз и навсегда. Международная Академия Здоровья. Диагностика и лечение причин аллергии и других заболеваний. По авторской методике профессора Хачатриана. Ватутина, 4. Телефон 214-09-28. Международная Академия Здоровья. «Какие бабы, такое и лето». Вот такую крылатую фразу я на днях услышала о бабьем лете. И подумала, а что же это за явление такое, бабье лето? Согласно словарю Брагауза и Эйфрона, бабье лето – это сухая и ясная погода в конце августа или начале сентября, когда в воздухе летает паутина паука-бокохода. С точки зрения материологии, бабье лето – это период устойчивой антициклональной погоды в начале осени. Природа начинает готовиться к зиме, листва увядает, и этот химико-биологический процесс, как оказывается, и влияет на повышение температуры воздуха. И каждый год с наступлением осенних дождей и холодов мы с нетерпением ожидаем возврата ласковых, теплых и солнечных дней, которые и зовутся бабьем летом. Есть много версий, почему этот осенний период называется бабьем. Можно провести аналогию, что начало женского увядания, как и золотая осень, очень красиво и тепло. Не зря же существует выражение «45 баба-ягодка опять». Хотя со временем, как и в природе, эти сроки сдвигаются. А что об бабьем лете думают женщины нашего города? Давайте послушаем. Баби-леты – это же когда крестьяне-селяне, они там все сделали заготовки, сено скосили, капусту покосили. И вот, наконец, это то время, когда женщине можно отдохнуть и расслабиться, заняться собой, уединиться с природой. Или как-то соединиться с природой. Ну, не знаю. И такое мягкое, очень ласковое время, ласковое солнце. Для меня баби-леты – это последние теплые деньки и яркое солнце, когда есть возможность еще насладиться хорошей погодой, немножко полениться, прогуляться. Красивая такая золотая пора, когда все кипит. Хочется жить и любить еще раз. Баби-леты – это любовь, счастье, радость и хорошее настроение. Также хорошая погода. На этом у меня все. Это был наш последний сюжет. Смотрите «Время женщины» на 49-м канале каждое воскресенье в 10.30 утра и в повторе в течение всей недели и на сайте nsk49.ru. До встречи через неделю. Имидж ведущей – салон красоты «Арт-деко». Редактор субтитров А.Семкин